Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Данил, и в этом видео я хочу вам рассказать, как можно легко и быстро, а самое главное бесплатно, в приложении Photoshop Fix убрать лишних людей, либо лишний предмет из фона, который вам не нравится. Поэтому давайте начнем. Внизу видим пластика и восстановление. Начинаем с восстановления, точечное восстановление. Приближаем и аккуратно пальцем, ну вы можете в принципе выйти за грани, выделяем пальцем человека, либо предмет, который вам не нравится. И видим, что чуть-чуть кривовато получилось. Выбираем заплатку и подгоняем под внешнюю среду весь фон. Видим, что получилось как-то не очень ровно, видим, что есть какой-то блюр, другие цвета. Выбираем штамп, пальцем кликаем на цвет, которым мы хотим закрасить это, и возюкаем пальцем, закрашивая все. Здесь я пытался найти правильный оттенок, но вскоре вы увидите, что я решил закрасить эту стену просто темным, как сверху, самым темным. Так мне показалось, будет более-менее естественно, будто эта комната находится в тени. Сейчас вы все увидите. Также видим, что колонна немножко кривовата, хотя в принципе она и так кривая была, но я решил ее подровнять немножко. Зашел в пластику и деформация. И что здесь самое важное? Не нужно быстро возюкать туда-сюда. Нужно осторожно, медленно проводить пальцем. И тогда все получится. Выделяем наш второй объект, нашего второго человека. Также восстановление, точечное восстановление. После этого нажимаем на заплатку. И опять же начинаем крутить возле нашего предмета, чтобы понять, подойдет что-то или не подойдет что-то из окружения. Мне показалось, что это будет беспалевно. Здесь подошло. Убираем какие-то погрешности благодаря штампу. Вот так. Также внизу мне не понравилось, что оно отзеркалило. Я также сначала точечное восстановление, заплатка и штамп, чтобы все было максимально естественно и непринужденно. Также я решил точной коррекцией убрать следы от клея. И все. На этом наша закончена работа. Сохраняем фотопленку и смотрим результат до, после, до, после, до, после. Большое всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам урок понятен. И всем хорошего дня. Пока!